друзья всем огромный привет вы на рукодельном канале селена кростич меня зовут елена сегодня 28 февраля и мы с вами будем подводить итоги февраля и составлять планы на весну планы у меня на этот год не составлялись это не мое такой вывод я сделала после прошлогодних планов когда я напланировала множество работ из них выполнено было не все и по объему в принципе планы выполнились но многие дизайны были заменены на другие то что хотелось продвигать было отложено потому что что-то в мою вышивальную жизнь ворвалось другое поэтому в этом году я решил составлять планы по сезонам попробую планировать свои работы именно так свою вышивальную жизнь и посмотрим что из этого получится начнем мы с вами смотреть вышиваемые работы у меня их феврале было только 3 начнем с вами с диман шанс попугайной тюльпаны я начала вышивать год назад феврале 2022 года конечно думала что работы это растянется у меня на много лет дизайн казался для меня очень сложным и я думала что я буду выживать его очень долго но на сегодняшний день у меня отшита большая часть работы я закончила первый из двух листов схемы это вот эта часть работает и сейчас я вышиваю 2 лист схемы вот такая красота в верхней части дизайна множество тюльпанов прелестный букет я вы знаете еще думаю у меня работа приостановилась это из-за того что основная часть букета вышита мне осталось вот в этой части работы вышить еще несколько цветочков вот здесь вот будут по моему три сейчас покажу вам на превью вот эти цветочки у меня не вышли но сейчас я спустилась в нижнюю часть дизайна и хочу зашить вот этот левый угол за февраль у меня вышита ваза я смогла ее закончить сразу говорю на работе не сделан бэкстич только крестики и полукрестики и сейчас вот этот левый нижний угол выглядит таким образом я начала вышивать тумбочку долгожданную во всех видео вы слышите одно и то же что скоро будет тумбочка как я буду с этой тумбочкой будет мне скучно но я вам хочу сказать что очень красиво получается и деться от тумбочки некуда вас стоит на тумбочке хочешь не хочешь начинаю вышивать как уже сказал большая часть работы вышит осталось совсем немного но в принципе и немало здесь несколько цветочков в этой части дизайна фон фон вышивать весь полукрестом тумбочка в основном крестом до крест чуть я сомневалась вот здесь вот очень много фона но еще такие красивые цветочки в этой части дизайна мне конечно быть вышивать интереснее здесь цветочки светлые вот такие нити но я решила сейчас вышивать именно вот этот вот левый угол чтобы уже закрыть вот эту часть работы хотя бы хочу вот так вот завершить недельки за 2 и наверное завершить работу потому что феврале был год как я ее вышиваю конечно я не вышиваю только эту работу у меня постоянно она убирается достается все по настроению зимой я вышивала ее мало пока вышивались вот эти цветочки я конечно знаете на таком подъеме вышивала быстро мне хотелось увидеть следующий цветок посмотреть какой он будет конечно с бэкстичем букет будет великолепно сейчас все очень размыто хотя и без бэкстича очень красиво сейчас конечно с тумбочкой уже сказала не очень интересно но буду продолжать работать именно в этой части дизайна и уже потом будем смотреть что у меня получится это дизайн который наименее вышивался у меня феврале завершила в этом месяце я один из своих долгостроев работа начинала я вышивать в августе 2021 года вышивалась она у меня медленно в основном не вышивалась дизайн такой конечно очень яркий и предполагающий что его нужно вышивать летом весной ну возможно осенью не часто он у меня вышивался но в январе я его достала дошила все крестики и уже приступила феврале к пришиванию бусин бусина у меня здесь пришивались где-то неделю хотя их здесь не сильно много но тем не менее они рассыпаны по всему дизайну все несколько раз перепроверила чтобы ничего не забыть конечно очень довольна работой вот такая вот красивая получилась девчонка не входит у меня работа вся в кадр я вам немножко позже сделаю такое включение по всей работе уже пытался ее как-то и наискосок снимать еще сегодня нет солнца немножко так на отхожу уже вообще совсем темно попробую переместить сейчас штатив чтобы нижнюю часть работы показать вот так вот все смотрится кстати то что я хотела перешивать вот в этой части волны я перешивать не стала вот здесь вот внизу я оставила все как есть пока у меня не были пришита бусина мне конечно хотелось переделать вот здесь волну не нравились вот эти вертикальные полосы сейчас перемещу вам штатив но после того как сделана была сеть все конечно стал восприниматься по-другому подробно все об этом дизайне я вам рассказал в прошлом видео по моему это была вышивальная неделя я завершил эту работу и на подъеме сразу сняла видео все все абсолютно там рассказала и чем я довольна и какие нити на какие можно заменить для тех кто впервые пришел на канал хочу сказать что вышивалась у меня эта работа по ключу материала я заказывала на 1 2 3 стич а нити в интернет-магазине в российском нити dmc здесь креник бусины нити кэрон ватерлили все заказывалось с 1 2 3 стич материала в принципе у меня были собрана быстро ткань по моему я тоже с 1 2 3 стич заказывала и все начала я быстро но закончить мне быстро не удалось сейчас я конечно очень довольна у меня эта работа ждет еще один дизайн и они поедут на оформление хочу в этот раз отправить только две работы в прошлый раз пять работ я отправлял для меня это сложно во первых очень сложно выбрать что-то из предложенного пять работ постоянно знаете то так то эдак хочется то 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 все в общем я думаю что с двумя работами мне будет проще но опять же если ждать еще каких-то завершений это долго сейчас пока есть возможность оплатить услуги багетки и отправить все почты россии но обратно обычно посолку я с деком получаю в общем хочу это сделать все сейчас вот такая красивая завершенная работа бесподобная мне очень очень нравится лен у меня здесь не сильно отутюжен вот в этих местах возле я у меня ножнички возле вот этих вот бусин везде где есть бусины я утюжил с осторожностью потому что все это пришит капроновой нитью тут надо очень аккуратно поутюжить потому что леска который пришивались все бусины она может под воздействием высоких температур расплавится поэтому сейчас она у меня от утюжена но не идеально вот тут вот есть какие-то мятые кусочки вот здесь вот но перед отправкой будет все тут ужин конечно идеально и отправлено в рулоне я купил тубус буду отправлять две работы у меня сейчас уже есть еще одна работа которую я бы хотела отправить поэтому возможно поедут на оформление три работы покажу вам сейчас еще один мой завершенный дизайн бесподобный не убегайте через секунду встретимся а а еще один завершенный дизайн февраля это работа от mill hill называется scarlett набор приехал ко мне в январе в посылочки с 1 2 3 стечь и я почти сразу начала его вышивать в наборе идет перфорированная бумага но я планировала ее заменить и сразу в посылке у меня шел вот такой отрез белфаста прелестный розовый цвет он немножко у вас передается каким-то более светло розовым вообще он такой нежно-розовый огромную приношу благодарность зрительница которая написала мне комментарий что был вас сюда не подойдет бусины будут толкаться возможно лучше бы применить здесь линду девчонки я ничего не понимаю в основах но теперь-то я понимаю что 14 бумагу возможно заменять на соответствующий каунт льна и уменьшать каунт при наличии крупных бусин конечно не вариант покажу вам сейчас эти бусины крупные здесь розовые и вот такие фиолетовые конечно на 16 каунте они не то чтобы толкались они просто бы не помещались в общем пошла я на озон и приобрела там вот такой отрез линды бумага конечно бесподобная очень красивый цвет кошечка досмотрелась на ней прекрасно но мне захотелось вышить именно на какой-то равномерной основе этот дизайн кусочек у меня здесь не маленький я вам размер его выведу на экран весь войдет у меня еще один подобный дизайн я бы конечно хотела вышить питунью скарлетт у меня отшито и питунья скорее всего вот на этом моем таком розово-сиренево мне тоже бы очень красиво смотрелось ну дизайна у меня этого пока нет отшила я скарлетт и очень очень довольна по материалам в наборе как уже сказал я заменила перфорированную бумагу и заменила немножко ну не то чтобы ключ весь дизайн вышивается нитью в три сложения быкстич вышивается нитью в одном сложении я заменила вот это количество нитей на 2 в 3 нити очень грубо я вам в прошлом видео тоже показывала что и изнанка ужасно и как крепить эти три нити непонятно в общем у меня здесь дизайн весь вышит нитью в два сложения и для тех кто не имел вел смел хил покажу вам сейчас в ключе вот он весь бисер пришивается нитью в два сложения у меня во многих местах вышивался крестик и сразу вышивался бисер то есть я делала крестик нитью в два сложения и нитью в два сложения сразу пришивала бусины в этом дизайне я обратила внимание что умел хил интересно пришивается бисер весь мелкий бисер петит пришивается нитью в два сложения крестиком а весь вот этот очень крупный бисер пришивается полу крестом по идее как бы должно быть наоборот мелкий бисер конечно крестом пришивать очень сложно он и так мелкий его почти не видно еще и получается нужно очень тонкая иголка чтобы пришить крестиком вот такой вот мелочь ну дизайн у меня получился очень красивый поднесу вам сейчас поближе я очень очень довольна вчера конечно до часу ночи дошивала я эту кошечку сделаю вам в конце включение поближе поснимаю потому что конечно не видно ничего интересный дизайн тем что бисера немного всего пять оттенков и 11 оттенков нитей серый применяется только вот в этом бэкстич а так вся кошечка вышивается в основном такими знаете радостными тонами нитей розовый здесь ярко-розовый цвет фуксии такие вот оттенки цветочки зелень фиолетовые тюльпанчики розовые все очень очень красиво уже сказала да хотел бы вышить питунью буду стараться купить парный набор прям планирую заняться покупкой в ближайшее время по покупкам с 123 стич можно покупать через байера создать форвард я уже сделал такую одну покупка на правда ко мне пока не приехала но все это реально и в принципе с байером покупки делаются быстрее чем совместных закупках и все проще отслеживается и меньше нервотреки я бы так сказала буду стараться купить вот этот вот парный дизайн именно таким образом по материалам сказала да у меня остались конечно нити я их разобрала и у меня они выглядят остатки вот так каждая нить у меня вышивалась своей иголкой такой вот органайзер от rto в этой работе у меня был очень довольна но без вот этой подушечки органайзер такой будет для меня неудобен потому что непонятно куда парковать иголки я вышиваю несколькими иглами даже не несколькими я вышиваю иглами для каждого оттенка нити своя иголка да я вышиваю множеством игл и вот такие вот остались у меня бисеринки на 2 отшив возможно хватит розового бисера и бисера петит всех оттенков кроме вот этого темного он смотрится темным это зеленый фиолетовый я купила у меня есть он запасах если повторять дизайн вот на этой основе то нужно еще докупить мне будет вот такой зеленый бисер петит вопрос у меня конечно остался по вот этой пуговицы на превью она пришита к раме то есть этот дизайн рекомендуется покупать вот с этой рамой но мне рама такая не нужна и в принципе я не собираюсь даже если бы было просто ее купить или сейчас не просто все это купить я ее искать не собираюсь поэтому у меня сейчас вопрос стоит куда мне пришить эту пуговицу тут только два варианта на саму конечно кошку сердечко это закроет не знаю я тут четверть кошки если не половину либо сюда либо вот сюда к хвостику два варианта думаю наверное даже вот сюда к хвостику пришью но тоже как-то к хвостику непонятно в общем пока в раздумьях куда деть пришивной элемент первый раз у меня смел хил такое обычно везде определено обозначено вышел пришей пуговицу и радуйся сейчас я не знаю что делать может кто-то вышивал этот дизайн посоветуйте что вы как вы с этой пуговицы справились что мне с ней делать непонятно по заменам сказала по ключу в принципе по этому дизайну все очень довольна сплошной позитив но это я вам наверно в каждом видео заканчивая какую-то работу или что-то вышивая все время говорю да всем довольна все прекрасно очень красивый такой дизайн весенний в такая мартовская кошечка сидит довольная сытая глазки прикрыла в общем скоро ляжет спать в отшиве дизайна мне очень понравилось отшивать вот эту ее манишку такая интересная ну я вчера очень долго часа наверно два у меня весит бэкстич занял времени начала его вышивать в районе 10 вечера быстренько вышила мордочку но вот тут все вот эти закоулки где каждый крестик обводится куда-то выводится и все это как задумал дизайнер то туда то сюда долго закончил почти в час ночи недоработки кое-какие у себя еще увидел кое-что у меня был не зашито но завершила у меня да все завершения почему-то происходит по ночам то есть я думаю отложу стану утром пораньше потом думаю ладно там 10 минут посижу зато я завершу процесс до с 10 вечера до часу ночи дошивала еще что-то тут тюльпанчики немножко у меня были вот этот ряд недошитый в общем вот такой получился дизайн как раз наступает у нас март у меня отшита мартовская кошечка и пора подумать о весенних цветах покажу вам свои планы на весну очень сложно было их составить запасов у меня много вчера я перебрала свой рукодельный сундучок конечно хочется одно начать и другое ну кое-что отложила на лето потому что невозможно в три весенних месяца начать 7 работ их нужно не только начать их желательно бы вышивать еще бы закончить поэтому планы очень скромные но разнообразные начнем мы с вами с панны это работа из серии живая картина находится набор вот в такой папке девчонки я уже все открыл на камеру все это открывать неудобно вот такое вот превью я думаю что скоро все распустится сегодня у нас уже идет дождь почти растаял снег окончание такой зимы не очень позитивная но потом наверное выглянет солнце распустится листочки возможно что-то цветет у нас здесь цветет абрикос яблоня вишня и думаю что пора начинать какие-то вот такие весенние дизайны серия ботаника называется яблоня дизайн очень маленький 7 на 24 с половиной сантиметра в набор входят вот такая основа кожу вам сейчас и и подробно расскажу и нити девчонки чем мне нравится панна в этой серии каждый стежок оговорили все показали рассказали как что вышивать как двигаться что зачем очень все подробно расписаны узелки стежки гладь длинные короткие стежки то есть инструкция есть для тех кто никогда не вышивал глади мне кажется это просто подарок вот так вот выглядит основа иголочка есть также в наборе но я этой голь иголочкой не пользовалась покажу вам сейчас вы что работаю из этой серии очень интересные такие дизайны я когда вышивала из этой серии календула вот у меня есть календула которая календула у меня ждет еще два дизайна и я их планирую в одну раму все работы оформлять вместе думаю что это будет три работы вот эта календула яблоневый цвет и еще у меня есть в запасах набор маки я хочу их оформить все в единую раму когда я вышивала этот дизайн девчонки посмотрите какой красивый здесь фон здесь все так продумано ты вышивая вот эти листочки цветочки даже если куда-то не туда положишь стежок вот это принтованная основа она конечно исправит все огрехи посмотрите как красиво именно вот этим меня устроили наборы из серии живая картина то есть не надо никаких проводить контуров бери нити и вышивай тут указано где не есть посветлее мне кажется даже вот прорисованы стежки ведь какой принт интересный нити в наборе немного у меня в календуле меньшее количество нити использовалась может потому что она вся такая желто-зеленая без всяких еще там розовых цветочков посмотрите очень красиво в общем хочу начать вот эту яблоню я уже вам все ведь рассказала набор весь раскрыла поэтому в ближайшее время буду стартовать именно панна красота девчонки яблоневый цвет очень нежно получается видела отшивы а маки очень такие яркие живые знаете такие по летнему сочные вот здесь увеличенная видите версия цветочков и очень красивая бабочка такая сине-голубая красивые дизайны буду вышивать я кстати да планировал давно оформлять как-то в одну раму воедино все эти дизайны но выше в календулу повесил на вешалку и отправлять ее одну на оформление конечно я не буду потому что работа 7 на 24 сантиметра но 7 это вот что-то оформлять тут никакой рамы не подберешь как ее одну вешать в общем вот такая у меня идея кто постоянно мои видео смотрит это уже слышал что я планирую их оформить все вместе очень красивые работы и еще один мы планируемый старт весенний набор от ланарта вот такие анимоны я думаю что работа вышиваться не будет долго 44 на 34 сантиметра а я не туда смотрю работа 20 на 28 сантиметров я смотрю другие дизайны у меня здесь ирисы вот такие есть и из этих наборов больше ничего у меня не из этой серии есть анимоны но они очень большие на огромном куске льна вышиваются я решила начать именно вот с этой небольшой работы 20 на 28 сантиметров она в наборе идет светлый лен и вот такие прелестные нити девчонки набор я не открывала мы с вами его откроем наверное в апреле я планирую начать попробовать вышивать ланарта и я уже вам все подробно расскажу ланарта я не выхывала по моему я уже сказала переснимаю я второй раз поэтому я уже начала путаться говорил я что-то или не говорила вот такой вот прелестный дизайн очень нравится ну я вообще вчера знаете перебирал свой сундучок и со словами все очень нравится и как мне это хочется вышивать и быстрее мне это хочется начали одни и те же эпитеты сопровождали все мои наборы до красивый хочу вышивать но перебирая вчера знаете наборы я поняла что пока покупать мне больше ничего не надо возможно что-то какой-то один набор который я очень давно хочу вышить но это нужно подумать потому что все свои запасы мы для кого покупаем мы же их хотим вышивать они у нас не могут вечно лежать в рукодельных сундучках и покажу вам еще один свой планируемый дизайн в прошлом году я завершила клару от лиззи кейт и в этом году я хочу начать генри вот она клара у меня копии буклетов оригинал я продала вот такой вот генри они будут у меня стоять вот так вот вместе клара вышивается на розовом линии а генри вышивать на голубом это переиздание было вот этих двух буклетов и конечно до того как они переиздавались они стоили очень дорого там чуть ли не 70 долларов стоила одна клара сейчас приемлемые цены на эти сюжеты можно все купить но опять же теперь непонятно когда нас доставка то возобновится купить то все можно получить только проблемное и для генри у меня выбран вот такой голубой лен вот он кстати у вас передается таким какой он есть такой знаете приятный яркий голубой красивый очень у меня остались нити в остатках от клары и когда я делала заказ с 1 2 3 стич я сразу покупала 2 моточек вот этих синих нитей потому что у клары фартуки очень много синего видите и у генри его брючки они почти все синие с какой-то вот полосочки то синего уйдет очень много я теперь переживаю хватит ли мне у меня остался получается тут небольшой хвостик и еще один моточек но в принципе тут есть знаете в этой схеме очень удобно есть конверсия в dmc но я не знаю будет ли полностью соответствовать все это вот эти все оттенки как они будут может они только перекликаться будут между собой можно в dmc можно в анкоре вышивать но у меня викс дайвокс все подобрано вот такой еще дизайн не начинала еще по той причине что клара у меня с оборотной стороны инсталляция сделана вот таким горохом на белом фоне розовый горошек дизайн вышивается на льне потом вырезается по схеме вот так делается у него такой донышко собирается он не собирал портниха я только донышко перешивал потому что у меня у клары под ногами было еще такое расстояние некрасиво смотрелось она знаете стала как на каком-то этом на скамеечке пришлось мне немножко перешивать опять же все в час ночи да и у меня притормозилась вышивка 2 дизайн из-за того что нет вот этой оборотной стороны я хотел купить на белом фоне голубой горох ну или синий для мальчиков но у меня есть остатки вот этой ткани я не знаю как будет генри вот с таким горохом смотреться ну если я ничего не куплю конечно он у меня будет сделан так же как и клара я думаю это не сильно важно у меня это инсталляция стоит вот так всегда не видно оборотную сторону ну генри мальчик ему бы нужен был наверное бы синий горох комплекте с этой схемой шли еще вот такие пришивные элементы покажу вам сейчас лопатка цветочек на жилетку генри розовую пуговку не вижу а это у него розовый цветочек гляньте какой модник вышел в огород и часики вот они часики с цепочкой и вчера я увидел что на часть когда же есть сверхбат посмотрите так интересно вообще вот эта нить белая используется для усов но я не смогла у клары и и никак приспособить у меня ничего не получалось видите я ее размах рила и она мне вот такая гофрированную клару с и ну посмотрим что будет с генри ему кудрявые усы наверно не подойдут придется наверно как-то с этой нитью мне подружиться так вот она выглядит я не смогла и у клара закрепить каким образом вообще ее пришивать может быть до того как собирать инсталляцию нужно было сделать усы я делал в последний момент уже после того как была собрана вот эта зайчиха после того как она была набита вот эта инсталляция синтепоном в общем нигде это не оговорено или непонятно как вот именно что делать с усами вот такой у меня красивейший дизайн зайчиха ждет своего зайца у нее тоже были интересные такие пришивные элементы вот эти вот ее морковки я их все время боюсь потерять клара у меня конечно почти не летает но вот сегодня я ее принесла своего рукодельного уголка сюда пока несла зацепила как-то я морковки у меня морковки полетели положила я и в корзиночку еще такую салфетку чтобы морковки там плотнее находились чтобы это не были летающие морковки и вот так вот у меня все смотрится красивые лопатки шляпка ну для нас конечно жители средней полосы необычные огородники потому что клара с шляпкой еще и фартики ладно там понятно вышла в огород но куда собрался генри это прям большой вопрос такими вот часами интересными в жилетке если убрать грабли то больше похоже что генри собрался куда-то в кино но мое мнение такое буду вышивать вот эти три дизайна старты буду вам показывать вышивальных неделях всего три дизайна девчонки я хотела еще начать весной две работы больших одно от dimensions и одну от реолис но dimensions у меня сейчас завершаются тюльпаны и я пока не хочу ничего начинать большого я немножко хочу отдохнуть если бы начать dimensions какой-то мини-голд но у меня нет мини-голда в запасах и в принципе никакие мини-голды цветочные мне пока не нравится вот у меня отшита два мини-голда это розовые пионы и белые пионы без единого белого крестика я их называю пока мини-голды я больше никакие бы не хотела вышивать мне очень нравится питунья и калибри но набор снят с производства может быть его в сборке закажу но он немножко другой по стилю у меня конечно тут цветы и как-то питунья и калибри они более такой садовый что ли какой-то дизайн но я так воспринимаю поэтому да даже бы вышить мини-голд не знаю какой мне пока ничего не нравится а из голдов из больших работ я немножко подожду по поводу большого реолиса также немножко сомневаюсь начну скорее всего летом нужно кое-что по завершать потому что у меня сейчас всего 5 вышиваемых работ по моему 5 причем есть такие которые я начала уже двадцать первом году 22 год был очень такой знаете какой-то короткий быстро пролетел хотя в начале года всегда кажется что вы что там еще за год столько можно вышить очень быстро пролетел и как-то не знаю месяц за месяцем не знаю почему так может быть у вас у всех такие какие-то ощущения быстротечность времени до поэтому немножко позже нужно по завершать кое-что чтобы не разводить долгострой и с трудом я завершила русалку потому что я конечно человек настроение не всегда какой-то сюрреализм хочется вышивать сейчас меня чуть больше тянет на какие-то домики на каких-то кошечек мне такое что-то охота вышивать на еще есть же вопрос куда это все потом повесить очень смотрю много видео сейчас у девчонок и обращать стало внимание на прикладные именно вещи вот с генрия именно такой вариант то есть я вышью соберу вот такую инсталляцию и они у меня с кларой будут стоять на столе зимой кстати кларом не не стоял я ее убирала чтобы она не пылилась наверно только летом и с прикладными конечно вещами проще то оформил даже если не шьешь сам партнихи заплатил работы отправлять у меня сейчас получается долго очень отправлять мне я отправляю здесь у нас почта россии за углом асдек мне нужно ехать у нас здесь сдока нет в общем да хочу обратить внимание именно прикладные какие-то вещи вот такие вот мои вышивальные новости на этом буду заканчивать показала вам все свои планы конечно процесса которые у меня уже начаты я тоже буду вышивать отложила я сейчас своих кардиналов и отложила осень от золотой руно две такие сезонные работы я вообще не сезонная вышивальщица я раньше вышивал цветы и летом и зимой ну вот сейчас решил попробовать осенью повышевать осенний пейзаж а кардиналов от dimensians именно начала зимой конечно все в сезон я их закончить эти работы не успела они у меня перекочевали получается уже в осень и в зиму этого года вот так как все растянулось на дошью посмотрим что получится интересно конечно мне буду ли я брать в работу еще какие-то сезонные такие дизайны ну завершу и уже вам расскажу на этом будем с вами прощаться вот такой у меня был вышивальный февраль пролетел он у меня очень-очень быстро я думала что хорошо продвину тюльпаны от dimensians но они у меня вообще почти не продвинулись там какие-то знаете 2000 крестиков за месяц если сделала я при том при всем что я вышивала всего три работы ну для меня это не очень много февраль пролетел посмотрим что будет весной спасибо вам всем за внимание желаю вам всем здоровья позитива весеннего настроения и до новых встреч в следующих встреч у меня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok